Свернув центральных дорог, случайно обнаружить далеко не лицеприятные картины уже стандартная схема в нашем городе. Тому доказательство оборотная сторона бульвара Победы. Жители дома номер 3 уже на протяжении нескольких лет не могут смириться с вечно переполненными контейнерами и горами мусора рядом с ними. Летом смрад, мусорку поджигают в окна дым, потому что это междворовая территория, это территория принадлежащая городу. А вот такое положение с мусором у нас уже года 4 длится. И вся наша борьба пока ничем не увенчалась успехом. Это управляющая компания, она должна следить. Она же не работает, смотрите, ничего же не делается абсолютно. Во дворе ничего не убирается. Дворника своего жители в лицо никогда не видели, что всерьез заставляет их ставить под сомнение его существование. Плюс ко всему в доме не бывает нормального напора воды. У нас напор воды в нашем доме прекратился, стал совсем маленький, невозможно ничего делать и нужно вставать в 6 часов утра, чтобы сделать какие-то свои домашние дела. Обращались в водоканал, писали, никаких ответов, ничего нам не пояснили и никакие результаты, в общем, никаких нет. Искать поддержку они начали у различных структур. Обращались сначала в администрацию советского района, затем в городскую администрацию. Дошли и до Роспотребнадзора. Мы в свое время писали очень много писем и непосредственно нашему депутату, и в санэпидемстанцию обращались, и в областной совет народных депутатов, и в городской совет народных депутатов. Относили письма лично. У нас есть письма со штампиком их, что они приняты, но, к сожалению, никакого ответа нам не было дано конкретно. Мы жалуемся, звоним 510-510, пишем письма, отписки, обещания и бесконечно. Вот такое положение. Сроки ответа давно уже и жили себя. Выяснить причины такой работы управляющей компании нам тоже оказалось не так-то просто. На рабочем месте главного инженера не оказалось, прокомментировать ситуацию по телефону нам смогли только в конце дня. Действительно, был срыв графика. На текущий момент все усилия прилагаются, чтобы, во-первых, очистить площадки. Чао это вообще ваша управляющая компания за территорию вокруг этих мусорок, вот вокруг мусорных контейнеров? Конечно, отвечает. А сейчас в ближайшее время там уже все уберется, да? Да. А конкретно когда? Нет, ну не могу конкретно. Видимо, этот срыв длится уже долгих три года. Все это время жители третьего дома находятся в замкнутом кругу бессмысленных отписок, нерешенных проблем и безразличия к собственному существованию. Интересно, что рядом, буквально в ста метрах от мусорки, располагается Государственная академия госслужбы, где и учат чиновников, как правильно управлять нашим городом. Кстати, в прошлом году на жалобу жителей ответил сам заместитель главы администрации Александр Бойко. Управляющей организации ЗАО ЖРО номер один выдано предписание на проведение мероприятий по благоустройству вышеуказанной контейнерной площадки. Вот и получается, в городе большое количество структур, которые должны осуществлять этот контроль. На деле его нет. А ведь и администрация, и комитет АТК должны не просто выписывать предписания, контролировать их исполнение, а и всю работу брать под свой контроль. Но в результате все контролирующие структуры либо ссылаются друг на друга, либо на то, что должных полномочий не имеют. А ведь у наших соседей, к примеру, в Белгороде образцовая чистота. Там и законы соответствующие получается принимать и контролировать их исполнение. А у нас ни контроля, ни ответственных. Поэтому и имеем переполненные контейнеры, горы мусора и безразличие управляющих компаний.